Результат, конечно, удовлетворяет, если говорить о результате. Ребята очень старались в плане самодач. Большинству футболистов нет претензий. Но все равно, видимо, давляет результат. Есть нервозность. Хорошо, что сегодня выиграли. Может, через такие игры у нас была ситуация в КамАЗе. Мы 0-2 проигрывали. Пацаны проявили характер. Будем надеяться, что будет все улучшаться. Хотя есть вопросы, проблемы. Посмотрим. Солдатам доволен. Пожалуйста, вопрос. Нестер и Еремия сегодня играли ближе к чужим воротам, чем в предыдущих матчах. Как показалось, практически на одной линии с Амбарским. С чем связаны эти расстроения? Мы немножечко изменили схему игры. Попробовали. Мы там конец игры в КамАЗе играли в этой схеме. 4-1, 4-1. С одним опорным. Потому что для команды, которая претендует на первое место, слишком много пропускаем. Мы немного тормознули наших защитников крайних, чтобы все-таки больше надежности были в обороне, будем так сказать, говорить. Поэтому только из-за этого. Хотя там у них были обязанности, именно они все-таки больше оборонительные планы. У них были обязанности в обороне участвовать чаще, чем в Амбарске. Поэтому по тайму они, в общем-то, функциональны. Поэтому, в общем, здесь была такая идея. Еще был такой интересный момент. Несколько раз атаки начинал Морозов с овенными проходами со своей половины поля. Это была тренерская задумка или его личная инициатива? Как раз при одном опорном высоко иногда, если есть зона включения, центральные защитники заходят туда. И от них идет развитие атаки. Да, это мы оговаривали и тренировали на этой неделе. Впереди Ульяновск. Проиграли мы, к сожалению, на Кубок дома. Сейчас игра на выезде. Как? Готова команда, скажем, взять реванш? Готовиться будем завтра. Мы всегда готовимся к победе. И сегодня, и в КамАЗе, и с Ульяновском. Только пока, опять же, для болельщиков понятно, что все хотят красивой, результативной игры и побед. Все понятно. Но если вы, опять же, возьмете все, что происходит в футболе, ну, например, кто претендует в первом дивизионе на выход в «Премерлину» по началу сезона? Кубань, Мордуев, они сейчас где? В зоне вылет. И та, и другая, да? То есть отрыв там уже 12 очков от «Премерлины». Это же не просто так. По подбору игроков, команды соответствуют поставленным задачам. Возьмите нашу второй дивизион. Сочи поставила задачу, там, на последнем или на предпоследнем месте. Сочи. Игроки финансировали под выход в «Премерлину». Игроков взяли, а команда на последнем месте. Это же не просто так. Армавир – та же ситуация. Там условия под выход. И они, скорее всего, и выйдут, наверное, но они тоже теряют очки постоянно. То есть тоже все это очень снатопие. Потому что, чтобы все состоялось, нужно время, чтобы игроки притерлись друг к другу. Чтобы набрали какие-то кондиции, потому что был какой-то перерыв. Вот у нас сегодня Ковтор во второй матче был забил, он два месяца не тренировался. Вот мы его дали ему 15 минут, а он еще и гол забил. Вот мы его взяли, молодого человека. Поэтому эти вещи присутствуют. Поэтому не надо паниковать. Понятно, все пока со скрипом, все не так, как хотелось бы. Мы работаем, руководство клуба работает. Поэтому я надеюсь, все будет лучше, лучше и лучше. Поэтому... Ну, а внутренние моменты игровые. Конечно, я как тренер, какие-то моменты меня не устраивают. Есть травмы, готовность, усталость. Много моментов болезни. У нас то один заболеет. Вот Еремеев вышел, хотя был под вопросом, желать ему 18-е не играть. Но доктор уже сказал, что может. То есть такие моменты, они присутствуют. Надо время и время. Я думаю, все ближе. Все дальше и дальше, все будет лучше и лучше. Сейчас уже заканчивается первый круг. Уже всех соперников вы видели в деле. Кто вам все больше понравился? Кто будет с вами соперником дальше? Ну и по результатам. Вообще зона такая, она боевитая. Всегда была в Урал-Поволжье. Ровно очень? Да, очень ровно. Всегда, даже тот же Киров, вроде бы, в уцайдерах. Но это же представляет областной центр. И просто так там команда не сдается в любой ситуации. В других зонах есть проходные матчи. У нас этого не бывает. Поэтому, что понравилось? Ну и ЖЭСК. Не потому, что они от 3-0 обыграли. Потому что я много игр их посмотрел. Ровная команда. Есть, в общем-то, компоненты финансирования. И организационные какие-то моменты у них на хорошие мозги не хватит. Челябинск играет местными футболистами. Не просто так они тоже будут играть. И Новотроиск неплохой. Поэтому, сказать, что бы там. Сейчас я думаю, что и Тольятти какие-то выводы. То есть они сейчас троих опытных футболистов заявили. В заявке появился Рыжов. И Белозеров наш футболист. То есть люди не просто так они и заявляют. Они только на молодежь работают. Результат тоже спрашивают с них. Команда сейчас. И вот сегодня Сызрин играл у них новый футболист. Они только заявили его с листа. Поэтому не так все просто. Не так же просто. Кто ровнее пройдет. Конечно, проще готовиться зимой. Когда сборы. Когда ты знаешь. А за неделю команду скомпоновать. И чтобы они отвечали и понимали друг друга. Это очень сложно. Хотя мы теории проводим. Тренируемся. Говорим, говорим, говорим. Тренируем, тренируем. А в итоге все-таки ошибки присутствуют.